Я хочу сразу сказать очень сейчас важную мысль про левый фланг. Я хочу сразу сказать, что все мои какие-то критические замечания в отношении Николая Платошкина я прошу как бы забыть. Я на самом деле тщательно продумал. Николай Николаевич Платошкин последовательно вместе с движением за новый социализм выстраивает сильное оппозиционное движение на левом фланге. Будущее КПРФ это Платошкин и будущее, я это говорю без малейшей иронии, и будущее КПРФ это движение за новый социализм, которое вольется в КПРФ. Это омертвевшую структуру партийных работников, которые закостенели там в желании делания карьеры хоть как-то всколыхнет. Платошкин сегодня на левом фланге из больших публичных спикеров. Единственный, кто ясно и четко формулирует, единственный, кто умеет работать с людьми, единственный, кто реально как бы работает на обновление, консолидацию левого фланга. И поэтому я подальше засовываю все свои амбиции, подальше засовываю все свои обиды, они не имеют значения. Поскольку Платошкин, платошкинцы, которые крепко уже укрепились, вписались в КПРФ, благодаря депутатскому мандату Анжелики Глазковой, жены Платошкина, их уже оттуда не выковыришь теперь, понимаете, они, конечно же, должны изменить изнутри КПРФ, я им всячески в этом желаю, и я готов протянуть руку Платошкину и помогать ему, в частности, в этом, потому что я считаю, что это крайне важно. Это единственная надежда на левом фланге. Если будет господствовать Зюгановщина, если будут господствовать вот эти полумеры соглашательского договора с властью, то будущего вообще у оппозиции левой никакой нет. Я снимаю все претензии к Николаю Николаевичу, он реально добил серьезных успехов, а движение за новый социализм, как говорится, стало частью КПРФ, он создал то, о чем говорил Левопатриотический фронт в ДЗНС и КПРФ. Максим Ильич, несмотря на ваш пламенную благородную порывку именно с Платошкиным, движение которого не зарегистрировано, завтра вы получите, я не собираюсь с ним объединяться, услышьте меня. Платошкин является уже частью КПРФ, является будущим КПРФ, я уверен в этом, что я очень хорошо знаю КПРФ, людей с таким упорным интеллектом, как у Платошкина, в КПРФ просто нету. Там нет никого, кто мог бы ему внутри оппонировать, он еще себя сдерживает, поверьте. Но объединяться с ним, у меня есть моя партия, я предлагаю обсудить, я протягиваю руку. Итак, дорогие друзья, ну не то, что сенсация, но замечательные новости от замечательного человека по фамилии некто Шевченко. Ну а вопрос звучит от Ольги. Николай Николаевич, Шевченко в последнем ролике кается по отношению к вам и просится на круглый стол с левыми. Он верующий, а в Библии главный постулат прощения. Может простите ради его слепых людей? Прошу прощения, слепых людей. Ну я атеист, я уже говорил, хотя мне тут многие рекомендуют, Николай Николаевич, сделайтесь православным, там сразу вам сторонников прибавится. Нет, мне 91-й год вот до сих пор в костях сидит, понимаете. Тогда все, много очень бывших коммунистов стало и православными, и кем угодно. Нет, не мой вариант. Но, если Максим Леонардович, он действительно осознал и готов работать на потенциал левого движения, ну что, он как-то сказал в одном из стримов, что вот типа концепция нового социализма хорошая, надо ее, мол, интеллектуально как-то сформировать. Создать, может быть, какой-нибудь интеллектуальный клуб по формированию пропаганды концепции нового социализма. Ну что же, я не против. Давайте так, если потенциал Максима Леонардовича будет работать на рост левой идеи в Российской Федерации, понимаете, у меня ни разу не было личных каких-то там обид, проблемы, вообще личное было все всегда на втором месте, если касается судьбы страны, все это. Поэтому, если человек осознал, если он готов как бы драться за левые идеалы в стране, ну что же, давайте попробуем. Спасибо. 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 Спасибо.